Субтитры сделал DimaTorzok Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Мастеркард. Вставай, стартовую снимай. Субтитры сделал DimaTorzok Большой барьерный риф. Орел. Решка. Это все потому, что в роли русалки я смотрюсь лучше. Слушай, слушай, слушай. Вообще-то я в купальнике тоже неплохо смотрюсь. Я это вслух сказал. Чтобы увидеть наше чудо света, нужно нырнуть в океанские глубины. Там скрыто самое громадное скопление кораллов на земле. Большой барьерный риф. Это настоящее подводное царство со своими замками, лесами, садами и удивительными жителями. После этого уикенда вы точно пожалеете, что не родились жабрами. Так, как бы мне побыстрее добраться к Большому барьерному рифу? Сейчас решим. У меня же есть персональный помощник консервсервис от Мастеркард. Он ответит на любые вопросы и решит проблему. Алло, консервсервис? Да, как мне добраться к Большому барьерному рифу? Я в аэропорту. О, я в подводном мире. Я увидел чудо света. Вот, пожалуйста, большой барьерный риф, даже не выходя из аэропорта. Вообще-то барьерный риф гигантский. Он тянется вдоль всего северо-восточного побережья Австралии. Посмотреть на него можно из разных точек. Но мы выбрали острова Уитсанды, где самые лучшие виды, пляжи и кораллы. Но есть проблема. В Австралии все дорого. А на барьерном рифе еще дороже. Средний чек в кафе – 20 долларов. Самый дешевый отель в нашей даты – 69 долларов. Даже просто добраться из аэропорта до ближайшего курортного поселка Эрли-Бич на автобусе стоит 22 австралийских доллара. 22 австралийских – это где-то 17 американских баксов. Так у меня все, весь бюджет уйдет на дорогу. Единственный вариант – поймать кого-нибудь, кто едет в Эрли-Бич. Извините, а вы не едете в Эрли-Бич? Нет. Жаль. Извините, а вы случайно не едете в Эрли-Бич? Нет, нам не по пути. Парень, ты мой последний шанс. Если ты едешь в Эрли-Бич, умоляю, возьми меня с собой. У меня просто нет денег. Я, кстати, тоже хочу такие волосы, как у тебя. Пожалуйста. Правда? Слушай, ты выглядишь как крутой серфер. Ты теперь мой лучший друг. Привет. А можно мой друг с камерой тоже поедет? Конечно. Спасибо большое. Вы даже не представляете, в какое фантастическое место мы приехали. Сейчас взлетим и я вам все покажу. Вот они – острова Уитсандэй, с которых лучше всего смотреть Большой Барьерный риф. Фантастический цвет воды, особенно после вот этих маленьких островков – бирюза, голубой цвет. Как будто у каждого острова есть своя драгоценная оправа. Мне хочется вас всех перетянуть оттуда из камеры сюда, чтобы вы все это увидели. Острова Уитсандэй удивительные. Здесь есть остров миллионеров Гамильтон. Он прославился тем, что тут предлагали лучшую работу в мире. Смотритель острова получал 210 тысяч долларов в год за то, что просто выкладывал в соцсети фотокораллов и кормил черепах. А вот остров, где находится самый красивый пляж Австралии – Уайт Хевен. Такой красивый мраморный рисунок получается из-за песчаных отмелей, которые видно во время отлива. Каждый, кто будет летать на такими островами, получит свою эксклюзивную картинку. Сегодня узор такой. А это остров-курорт Дэйдрим Айленд. Здесь туристам предлагают необычное развлечение – поплавать со скатами. Алина, все эти красоты и развлечения, конечно, очень крутые, но за них нужно выложить мешок денег. Паром с одного острова на другой только в одну сторону стоит 50 долларов. Ночевка на острове миллионеров стоит минимум 200 долларов. А поплавать со скатами стоит 70 баксов. Большой Барьерный Риф – это максимально недоступное чудо света для туриста со 100 баксами. Короче, ребят, я в полной. Это еще что, Антон? Сейчас произойдет то, от чего ты просто разрыдаешься. Я увижу наше чудо света с высоты птичьего полета. Нет, мы точно не вернемся прежними. Это невозможно. Невозможно красиво. Глядя на Большой Барьерный Риф сверху, не можешь до конца понять, что же это такое. Он выглядит как какая-то очень красивая абстрактная картина, которую нарисовала природа. Конечно, рифы есть во многих местах нашей планеты. Но именно здесь, на Большом Барьерном Рифе, самое большое скопление кораллов. Коралловые рифы протянулись на две с половиной тысячи километров и стали домом для миллионов морских существ. От микроскопического планктона до статонных синих китов. Это самая большая подводная экосистема размеров с Германию. Я советую каждому найти такую возможность, чтобы посмотреть на Большой Барьерный Риф сверху, потому что это что-то невероятное безумное и красотное. Самый большой в мире риф вниз Бухты Барахты назвали Барьерным. Это подводная стена, которая защищает Австралию от штормов и ураганов. Такой гигантский волнорез! Кольничка! Это, конечно, было восхитительно, но мало. Мало! Ты только справился с эмоциями, что, о господи, это происходит на самом деле. Эта красота реально. И набрал в легкий воздух и все закончилось, ты уже летишь обратно. Мало! Хочу еще! Это было очень классно! Спасибо! За полчаса мы добрались в Эрли-Бич. Эрли-Бич – это такой маленький австралийский Майами. Солнечный, пальмовый, попугайный. Райский уголок для его трех тысяч жителей. Эрли-Бич. И самое крутое, что здесь есть – это бич, ну то есть пляж. Ну, здравствуй. Морюшка! Хазардоус. Маринэ стингерс. В водах Австралии водятся самые опасные твари-убийцы – скат хвостокол, тигровая акула, синекольчатый осьминог, куба-медуза и маленькая медуза Ируканджа. Двухсантиметровая желейка, которая убивает человека за одну минуту. Больше всего смертоносных медуз в море с ноября по май. В это время в воду можно заходить только в гидрокостюмах. Кстати, видите, на щите висит бутылка с уксусом. Если кого-то ужалит медуза, нужно сразу обработать им рану. Уксус нейтрализует яд. Но я найду, где искупаться. На самом деле, австралийцы все продумали. В Эрли-бич для купания построили искусственную лагуну. И получился вот такой городской парк, в котором все купаются. И главное, он абсолютно бесплатный. Песочек, пальмы, идеально чистая голубая водичка, в общем, райский рай. Никаких тебе акул и ядовитых медуз, только девчонки в купальниках. Это отличная альтернатива морю, особенно если в него нельзя заходить. Нравится мне, когда все так богато, умиротворенно. С премиальной картой Мастеркард могу позволить себе все что угодно. И не переживать о безопасности своего состояния. Сверху большой барьерный риф выглядит просто фантастически. Но хочется осмотреть свои владения поподробнее. Поэтому я взяла себе шикарный катамаран. Добро пожаловать на борт! Меня зовут Алина. А я Брэдли, ваш капитан. Я Джулия, помощница капитана. Рада знакомству. А я Алекс, инструктор по снорклингу. Ну что, поплыли? Катамаран в переводе означает связанные бревна. Но мой катамаран похож на пятизвездочный номер люкс, который еще плывет по воде. Преимуществ здесь больше, чем у яхты. Во-первых, это красиво. Во-вторых, не так сильно укачивает. Ну а в-третьих, места гораздо больше. Одним словом, если вы хотите экстрима или острых ощущений, берите яхту. А если вам нужен комфорт, то вам однозначно катамаран. Катамаран – это лучший транспорт, чтобы передвигаться между островами Большого барьерного рифа. На нем можно заходить в уединенные бухты с самыми красивыми кораллами и подплывать к секретным пляжам. Так что я отправляюсь в круиз. Стоить это будет мне сущая мелочь – 5500 долларов. Знаете, в чем большая проблема для бюджетного туриста здесь? От берега до барьерного рифа 60 километров. 60 километров, Карл! Так что нужно или учиться ходить по воде, но у одного же получилось, или найти какую-то экскурсию на риф. Желательно подешевле. Здрасте, а сколько стоит экскурсия на Большой барьерный риф? Так, посмотрим. 269 австралийских долларов. Сколько? 185 американских долларов за то, чтобы поплавать возле рифа? Ну да, это наш самый дешевый тур. Попробуй найти дешевле. 150 американских долларов. 180 баксов американских. В общем, тут нет ни одного тура дешевле 100 американских баксов. Вообще на Большом барьерном рифе развлекух завались. Прыжки с парашютом, экстремальные полеты, снорклинг, дайвинг, яхтинг, скоростные лодки, туры на острова и пляжи. Но все это стоит больше 100 долларов. Самый дешевый тур на риф со снорклингом стоит 124 американских доллара. Туры еще можно покупать в интернете со скидкой 15 процентов. Но для этого нужна кредитная карта, которой у меня нет. Да и денег у меня все равно таких нет. Ну я просто обязан по-любому увидеть чудо света. Сдавать бутылки не вариант, тут очень чисто, мусора вообще не видно. Нужно найти, нужно найти какую-то работу. В Австралии придумали специальное приложение AirTasker для тех, кто хочет найти подработку. Прям в интернете тебе дают какие-то задания, ты выполняешь их и тебе за это дают деньги. И это мой реальный шанс заработать. Вот, мне нужно перевести все мои вещи в новое место. 30 баксов. Пустить кровать вниз по ступенькам 100 австралийских долларов. Починить дыру в стене – 75 долларов. Почистить мои три спальни и две ванных комнаты – 400 баксов! Но это через два дня, я уже уеду. Чистить яхту – 20 австралийских долларов в час. А вот это нормально, если я хотя бы три часа поработаю – это 60 долларов. И я накоплю на свой тур. Позвонить заказчику. Здравствуйте, Кристоф. Я по объявлению. Я готов помыть вашу яхту за деньги. Куда мне идти? Пора сделать рум-тур по моей вилле. Ребят, без преувеличения, это настоящая вилла. Здесь очень много места. Огромный холодильник. А, смотрите, тут специальная такая штучка, чтобы в продукты не повылетали. Кухня, плита на три комфорта, кофемашина, даже есть микроволновка. Как же без телевизора в доме? Фух, слава богу, есть. Ой, прям очень уютненько. Кровать такая большая, двухспальная. Таких кают здесь четыре. Кондиционер, представляете? Есть какие-то специальные полочки, куда можно поставить. Еще дополнительный шкаф. О, что очень важно, в каждой из кают есть свой туалет и душ. Ребят, ну вот это тот случай, когда максимум пользы в минимум пространства. Мой работодатель Кристоф назначил мне встречу через час в порту. Спасибо большое, что дали мне работу. Вы спасли мой уикенд, потому что я уже не знал, где взять денег. О, это мне повезло, что ты отозвался. Здесь очень сложно найти такого дешевого уборщика. Плутон, это твоя планета на ближайшие три часа. Ты должен вымыть яхту до блеска. Потрясающе, наконец-то нашел себя. Окей, босс, я готов. Окей, босс, я готов. Мальчик мой, перед тем, как ты начнешь, ты должен понять, это реальность. Мы тут не кино снимаем. Да-да, никакого кино. Ты должен по-настоящему все здесь отмыть, иначе денег не увидишь. Обычно эту яхту убирают пятеро людей. Ты должен справиться сам. Удачи. Я понятия не имею, с чего тут начинать уборку. Какие-то волосы женские тут на яхте. Чем они тут занимаются? А? Экономия времени, мою сразу два окна. Ай, обалденно, на жаре, солнце. Радо мной оба же чайки ржут. Ай, господи, позорище-то какой-нибудь. Не зря больше тридцати часов летел. Не зря полгода получал визу в Австралию. Сейчас понимаю, что это стоило того. Работа, конечно, адовенькая. Поехать на другой конец света, чтобы играть толчок. Ну и пусть хоть кто-нибудь скажет, что Алине сейчас веселее, чем мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, иди. Уничтожай двадцать минут моей работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, ты живой? О, да. Ну давай я посмотрю на твою работу. Я доволен, яхта блестит. Спасибо. Держи твои шестьдесят австралийских долларов. Ты их честно заработал. Жди меня завтра, чудо света. Большой барьерный риф славится своим богатым подводным миром. Капитан отвез меня в бухту Баттерфлай-бэй, где самые красивые кораллы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я вернусь! Миракл! Хорошо, мы получили наш репрак, и мы поднимаемся на троп-off, и посмотрим немного. Хорошо! Это какая-то сказка! Кораллы какие-то похожи на цветы, какие-то прям такие замысловатые деревья. Очень красиво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы понять до конца, что такое большой барьерный риф, надо разобраться, что такое кораллы, из которых он состоит. Коралл – это не подводный гриб и не какая-то дивная водоросль. Это самое настоящее животное! Называется оно полип. Это маленькая слизкая штуковина размером с рисовое зернышко. Полип присасывается к поверхности и обрастает твердым скелетом. Когда тысячи скелетов срастаются воедино – получается коралл. А когда срастаются кораллы – получается риф. Кораллы бывают самых разных цветов и самых чудных форм. Есть кораллы, похожие на мозг. Есть, похожие на лопухи. Вот кораллы, похожие на оленьи рога. А это вообще какие-то узбекские манты. Кораллы бывают еще и вот такие – мягкие, без скелета, похожие на помпоны болельщиц. Кораллы большого барьерного рифа основали целую страну, в которой прописались тысячи видов рыб. Здесь живут головастые черепахи каретта. Лангусты с длинными усищами. Скаты, хвостоколы. Гитарные скаты. И самые необычные морские животные. А вот, смотрите, гигантские ракушки-тридакны. Часто говорят, что Бариф напоминает сад. А мне больше напоминает какой-то город, такой мегаполис, где очень много всего происходит. И сложно представить, сколько еще под водой таких мегаполисов. Итак, после завтрака у меня осталось 94 доллара. Я заработал 41 доллар и сразу же отдал 124 доллара за тур. Хорошая новость – завтра я увижу большой барьерный риф. Плохая новость – оставшиеся два дня мне придется жить на 11 баксов. Это значит, что ночевать мне придется у каучсерфера, ездить автостопом, а питаться воздухом. Но воздух не питательный. Поэтому ловите мега лайфхат – как бесплатно пообедать на большом барьерном рифе. Для этого нужно поймать машину, доехать до соседнего поселка Боуэн и найти в нем бухту Хорс Шубей. То, что у меня нет денег, еще не значит, что я не могу шикануть. У местных есть секрет – тут на пляжах прямо на камнях растут устрицы. Добро пожаловать в ресторан «Дары моря». На самом деле тут нужно торопиться, потому что уже совсем скоро будет прилив и все здесь будет заполнено водой. Устрица – это моллюск. Моллюски живут в раковинах, которые прирастают к камням под водой. Многие спрашивают меня как эксперта, как открыть устрицу. Да все очень просто. Найдите ее самое уязвимое место, засуньте туда нож и вскройте как консервную банку. Это какой-то адский труд, как они их собирают в таких огромных масштабах я не представляю. Потому что устрица как будто бы зацементирована в этот камень. Я ее как-то отколупал еле-еле, но как его теперь открыть? Ненавижу устрица. Еее, добыл. Спустя полчаса мне удалось раскрыть одну ракушку. Есть. Правда, аппетитненько. Самое время отведать добытые дары моря. Ну, выглядит это не совсем как деликатес. Скорее как сопли шахтера. Сейчас продезинфицируем лимончиком. Будет устричный бутик. Как тут можно сказать, что я не по-богатому? Чувствую себя устричным магнатом, человеком, который поднялся на моллюсках. Это очень вкусно. Какие на вкус устрицы с камня? Они ничем не отличаются от тех, которые я ел в ресторане с безлимитной картой. Вторая остановка моего вип-круиза – самый красивый пляж Австралии. Вот скажите мне, где апостол Павел или апостол Петр? Потому что это какой-то потерянный рай, ребята. Это фантастическое место называется Вайт Хевен – белые небеса. И действительно кажется, что облака свалились к океану и получился такой пляж. Субтитры сделал DimaTorzok Австралийцы всем рассказывают, что на пляже Уайт-Хэвен самый чистый песок на планете. Он на 98 процентов состоит из белого кварца. Настолько белый, что он отражает солнечный свет, поэтому практически не нагревается. Я сижу тут без тенька, на прохладном песке и очень комфортно. В моем рейтинге песков этот песок занимает первое место. А еще, представляете, местные хвастаются, что этот песок даже есть в космосе. Мол, именно из него создали линзы для телескопа «Хаббл», который сфотографировал далекие галактики. Музыкальный песок! Прикольно! Как будто бы я на тачке на высоких скоростях немножечко торможу. Ну или просто немножечко торможу. Прошел только один день, а у меня столько впечатлений, как будто бы сегодня случилось все. День рождения, Новый год, День учителя. Мы столько всего увидели, а сколько еще завтра увидим. Хочется прям ускорить немножечко время. Невероятное место. Прям хочется праздновать жизнь. Ура, Австралии! Кто не смотрел последние 10 минут, напоминаю, ради тура на Большой Барьерный риф я отдал почти все свои деньги. И сейчас продолжаю выживать уже на 6 долларов. Я тут по каучсерфил и нашел Питера, он согласился меня приютить. И вот навигатор привел сюда. По-моему, каучсерфер – рок-звезда. Привет, Питер. Я Антон. Привет! Я 40 лет был шкипером на вот такой парусной лодке. Питер живет сам и приглашает к себе туристов, чтобы рассказать им свои морские байки. Антон, а ты знал, что это из-за Большого Барьерного рифа Австралию долго не могли открыть? Раньше не было GPS-а. Моряки ориентировались только по попутному ветру. Когда корабли из Северного полушария шли на поиски неведомого Южного материка, ветер наталкивал их на риф. Он был барьером, и моряки не видели за ним землю. Только капитану Джеймсу Куку удалось обойти риф. Я тут подумала – море, пляж, кораллы – это все, конечно, очень интересно и хорошо. Но раз мы приехали в Австралию, ну надо же познакомиться с ее зверушками. В части езды от Эрли Бич есть уникальное место – ферма, где можно посмотреть на все зверье, которое водится в Австралии. От карликовых сумчатых летяг до огромных крокодилов. Здесь как будто попал на Ноев ковчег. У нас на фермах обычно разводят курочек, свинок, козочек, а здесь – кенгуру и коал. Кенгуру не боятся людей. Их здесь можно погладить и покормить хлебом. В Австралии 65 миллионов кенгуру. Это больше, чем австралийцев, потому что австралийцев 25 миллионов. Кенгуру похож, но что-то между кроликом и собакой. Шерсть на ощупь очень мягкая, я думала она гораздо жестче. На пузике мягенькая. Ой, сумка точная, не забыла, они же сумчатые. Кенгуру – сумчатое животное. На его пузике есть мешок, в котором он вынашивает своего детеныша. Такое ощущение, что это кенгуру-мутант, у которого просто еще одна пара ног из живота. Но это малыш там внутри. Это так странно выглядит. Детеныш кенгуру рождается вот такого размера – 2 сантиметра. И он так сильно цепляется за сосок, который находится внутри сумки, чтобы его не оторвать. И там как бы развивается уже до взрослой особи. Но здесь такие лапы крупные, мне кажется, знаете, это тот сынок, который до 35 лет от мамы не съезжал. Эти обугленные сверху курочки – австралийские знаменитые птицы – страус эмо. И если честно, издалека они больше напоминают такие два стога сена. Страус эмо – это птица-великан, которая не умеет летать. А еще у эмо род до ушей, а самих ушей нет. Вместо них две дырки в голой шее. Кенгуру и страус эмо – это два главных символа Австралии. Они даже изображены на гербе. А знаете почему? Говорят, эти животные не умеют пятиться назад. Это символ того, что Австралия движется только вперед. Во как. Ой, ребята, это очень смешной зверь. Это вамбат. Такое ощущение, как будто кто-то делал опыты над хомяком и просто переусердствовал, и получился вот такой огромный гигантский хомяк. Но вамбат – это не грызун, это тоже сумчатое животино. Он мягенький, он как шиншилка. Смотри, какие лапки. Он просто такой вот мужичок, такой толстенький мужичок. Вячеслав Борисович Бомботенко, а я его красивая телочка. Вомбат уникален не только своим внешним видом. Это единственный во всем мире зверь, который какает кубиками. Ребят, без преувеличения, прям ровными двухсантиметровыми кубиками. Так природа и задумана не случайно. Он так метит свою территорию. Если бы были кругленькие какашки, они бы скатывались с горы, а квадратики как раз-таки остаются на своих местах и их даже не могут жучки никакие укатить куда-нибудь. А еще вомбат – зверь с железной попой. На попке у него хрящевая пластина. Вроде как бронеподгузник. Если на вомбата нападет собака Динго, он просто повернется попой к хищнику. И тот его не прокусит. Это девочка с бронированным задком. Я растаяла. Да, я растаяла. Ребят, нет, не ведущий ли «Орла и решки» самая крутая работа? Вот, выноситель коалы. Она каждый день тебя обнимает своими серыми пальчиками. Куалы дают подержать всем туристам. Но сначала заматывают полотенца. Когти у коалы острые, как у орла. И они цепляются ими в тебя, как в дерево. Он пахнет. Он же пахнет эвкалиптом. Он как освежитель воздуха. Все. Это лучший момент в моей жизни, мне кажется. Это мальчик, ему 5 лет. Запах эвкалипта, конечно, прям… Мне кажется, я им пропитаюсь, пока буду его держать. Дело в том, что коалы всю свою жизнь едят только эвкалипт. В принципе, они то и делают, либо едят эвкалипт, либо спят. В листьях эвкалипта есть яд. И коала единственное животное, которое может его есть. Для того, чтобы коаленок привык к еду, он с детства ест мамины какашки. Он очень странный. Шерсть у коалы растет в разные стороны. Поэтому на ощупь она очень сбитая и плюшевая, как у шотландского кота. Странный нос такой у него кожаный. Нос на ощупь как киви. Вот сеанс любви закончен. Потому что каждый хочет обнять коалу, пожмякать ее. И у каждого на это есть ограниченное время. Я отдал за тур на большой барьерный риф все свои деньги и даже больше. Посмотрим, что он отдаст мне взамен. Жди меня, ВБР! Впервые в сезоне «Чудеса света» ведущий со 100 долларами отдал больше своего бюджета за один несчастный тур. Что же входит в этот золотой тур? Группа людей грузится на катер и плывет 60 километров до большого барьерного рифа. На борту всем выдают гидрокостюм и предлагают шикарный шведский стол. Курица, говядина, креветки. Не говоря уже про пироженки и кофе – очень приятная опция. Верхняя палуба чуть поменьше, но зато здесь очень солнечно. Можно загорать и любоваться потрясающими видами вокруг. А вы любуйтесь нами. Девчонки позируем. Прям неприятное такое предчувствие. Точно мы не к хуалам едем? Вот точно. Вот такое впечатление, как будто бы в этом болотце никого и нет. У меня, мне кажется, дыбом все волоски на теле встали. Это 600-килограммовый зубастый монстр. Гребнистый крокодил. Чтобы встретить такого, не нужно ехать далеко. В Австралии такие водятся в каждой речке вонючки. Вы слышите это? Это самый жуткий звук в мире. Гребнистые крокодилы – одни из самых опасных животных Австралии. Каждый год от челюсти этих чудовищ погибает 20 австралийцев. Меня всегда веселит, когда вы спрашиваете, что делать, если крокодил вас укусил. Вопросы есть? Если он тебя укусил, ты уже мертв. Как бы может взять меня за талию и перекусить. Либо проколотить пол меня. Не хочу даже думать об этом. Ого! Господи, мамочки мои. О боже мой. Ой-ой-ой. Просто человек сидит сверху крокодила. Я даже не знаю, какую сумму мне должны были бы назвать, чтобы я вот такое проделала. Бедная его девушка. Я бы ужин не готовила заранее. Вы думаете, я сошел с ума? Ха, возможно. Но я совершенно не боюсь этого монстра. Крокодилы – очень тупые животные. Мозг пятиметрового крокодила величиной с указательный палец. Поэтому управлять ими проще простого. Крокодилы – тупые и предсказуемые. Мы всегда знаем, как они себя поведут. Крокодил бросается на всплески воды, думая, что там рыба или птица. Я уже 20 лет так бултыхаю в воду. И каждый раз он ведется. Крокодил не опасен, если он тебя не видит. Пока я закрываю ему глаза, он не захлопнет челюсти. Конечно, нет стопроцентной гарантии, что он сейчас не откусит мне палец. Но пока что это работает. Но самое веселое, что крокодила можно пощекотать. Для этого нужно палочкой почесать ему между пластинами. И страшный монстр превращается в милого щеночка, который валяется на пузе. Я даже если бы знала вот эту инструкцию по управлению крокодилом, я бы все равно дико боялась. Я даже рядом бы так не смогла стоять. Я слишком долго к этому усох, все, я в косиме сухой. И через несколько мгновений губежу главное чудо этого уикенда – большой барьерный риф. Капец, холодная вода. Ну, самое дорогое чудо света не подведи. То ли мы еще не доплыли до эпицентра красоты, то ли я потратил весь свой бюджет на большое разочарование. Слушайте, что происходит? Уже полчаса плаваю на Большом барьерном рифе, а красотой тут и не пахнет. Ни разноцветных кораллов, ни рыб, даже ни одной поганой водоросли. Как будто плаваешь над свалкой строительного мусора. Тут просто длинная вереница серых однообразных кораллов и несколько грустных рыб, которые смотрят на тебя с выражением типа «братан, прости, мы сами в шоке». К сожалению, лучше тебе не покажут. Потому что сейчас Большой барьерный риф умирает. В 2017 году на Австралию обрушился циклон Дебби и многометровые волны перемололи 30% кораллов. А восстановиться им мешает глобальное потепление. Для кораллов повышение температуры воды на 2 градуса – это как для человека повышение на 2 градуса температуры тела. Когда у тебя 38,6 – тебе плохо. Вот и кораллу тоже плохо. Он начинает терять цвет и превращается в белую кость. И вместо красивых садов тут мрачное кладбище кораллов. Враг кораллов номер два – морская звезда Терновый Венец. Миллионы этих звезд пожирают кораллы. Есть еще один убийца кораллов. Никогда не догадаетесь кто. Это солнцезащитный крем. Вещества, которые в нем содержатся, отравляют кораллы. Самое грустное – это не то, что я потратил больше 100 долларов, хотя это очень грустно. А то, что вот отсюда вблизи ты прямо видишь, как некогда очень живой и красивый организм сейчас умирает. И если так будет продолжаться, а все говорит об этом, то через 20-30 лет большого барьерного рифа просто не станет. Что будет, если большой барьерный риф погибнет? Для Австралии это станет катастрофой. Континент лишится своего спасительного волнореза и циклоны уничтожат побережье. А потом Австралия потеряет 42 миллиарда долларов. Именно во столько оценили большой барьерный риф. Но главное – умрет уникальная экосистема – миллиарды живых существ. Но выдыхаем. Выход есть. Помогать кораллам быстрее размножаться. Фонд Большого Барьерного Рифа выделил 9 миллионов долларов на спасение кораллов. Здесь создали подводных роботов, которые будут искусственно оплодотворять полип. Что-то вроде того, как людям делают эко. На 100 баксов в Австралии, конечно, не разгуляться. Но куалу вы подтискаете. Даже два раза. Клад в Большом Барьерном Рифе спрятан в городке Эрли Бич. В конце улицы Оушен Роуд есть круг. Ищите там дорожный знак. Напротив него между большими камнями прячется клад от Орла и Решки. Чтобы поужинать австралийскими деликатесами, я пришла в популярный среди местных стейк-бар – Кейсис. Скажу прямо, я вообще не фанат мяса. Но в этом ресторане подают такое блюдо, которое не попробовать просто невозможно. Та-дам! Перед вами 4 знаменитых австралийца. Вот эти вот кусочки – это кенгуру. Вот это шашлычок из крокодила, белое такое мясо. Сосиски из австралийского страуса Эму. А вот эти котлетки сделаны из местной говядины породы Август. Ну что, начнем, конечно же, с картошечки. Да шучу я. Ну давайте с самого известного животного – кенгуру. Похоже на говядину по запаху. Очень сочное, мягкое, как будто его хорошенько-хорошенько отбили. Если бы я заказала и не знала, что это кенгуру, я бы подумала, что это такой говяжий хороший шашлык. Мясо очень диетическое, в нем всего 2% жирности, это сразу чувствуется. Интересно то, что нет специальных фирм, где разводят кенгуру под убой. То есть все, что вы можете где-то найти и заказать – это только дичь, то есть добытая охотниками. Что у нас в следующем нашем мини-зоопарке на тарелке? Вот с виду куриный шашлык, правда? А это крокодил. Чеукнуться можно? Ребята, я крокодила держу на вилке. Ну то есть вот у меня на столе стоит дружок, а это на вилке. Прости, брат, такая работа. Болотом не пахнет, рыба тоже, съеденным туристом тоже нет. Напоминает действительно какое-то куриное мясо, вот какую-то дичь, может быть утку даже. Переходим к следующему австралийцу – страус эму. Если бы я не знала, что это страус, я бы подумала, что это утиная сосиска. Такая вкусно. А вот страусов, кстати, разводят на специальных сфермах и с одной такой крупногабаритной курочки получают просто сотни таких сосисок. Конечно, для нас есть крокодила, страуса и кенгуру – это шок. Но для австралийцев это привычные мясные блюда, как для нас колбаска с салом. Большой барьерный риф, как все великое, хорошо разглядывать издалека. Но увидеть риф во всей красе можно лишь отдав мешок денег. Это какая-то сказка! Сто долларов для барьерного рифа – это как плевок в океан. Чтобы свидание с чудом состоялось, придется попотеть, намокнуть и отковыривать еду с камней. Хорошо, что кроме большого барьерного рифа в Австралии еще уйма чудес. Музыкальный песок! Ха-ха, прикольно! Ненавижу устриц. Вячеслав Борисович Бомботенко. Я растаяла. Новембр! Тунау! Господи, позорище-то какое-нибудь. Нет, мы точно не вернемся прежними. Это невозможно. Ура, встали! Иди, уничтожай 20 минут моей работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, привет! Ты меня как коала обнимаешь, Антош. Прямо так лапками коалями. Ой, меня так укачало. Я за эти два дня был таким мокрым и раздетым больше, чем ты за весь морской. И знаешь, я хочу куда-нибудь в сухое место. Уведи меня, пожалуйста. Так отлично, Антоша. Наше следующее чудо света как раз будет в очень сухом месте. Австралийская пустыня! Почему такие крайности? То супер мокро, то супер сухо. Ой, да зато как будет красиво, Антоша. Все, пойдем вот так и пойдем. Вот так и пойдем. Ну действительно так мокро было что ли? Я до сих пор мокрый. Ой, так давай не так близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА